Итак, мы попадаем в класс академической живописи. Доброе утро! Что происходит здесь в эти минуты? Здравствуйте! Вы пришли в нашу Российскую Академию живописи военно-изучества, в мастерскую портрета. У нас сейчас идёт урок живописи, так что вы присутствуете на уроке живописи 4 и 5 курсов. А, здесь 4 и 5 курс. Как интересно! И как же это всё здесь происходит? Пожалуйста, посмотрите. Вот у нас сейчас сидит постановка историческая, костюмировая. А, это постановка, вот. Доброе утро! Как вас зовут? Не смущаясь. Татьяна. Татьяна. А кого вы изображаете этим утром? Красавицу изображаю. Красавицу, да? И как часто приходится вот так вот сидеть и как долго? Танечка, расскажи. У вас же постановка, видите, в определённой позе это всё, это же так 2 часа посидишь и просто устанешь. Надо сказать, действительно, это очень тяжёлый труд, но Таня пассирует. Очень важно, как пассирует модель. Таня, если модель пассирует с душой, работа получается. Если нет этого, работа обычно не получается. Так что, я считаю, наша мастерская очень повезла с нашей Таней. И она пассирует, и, в общем-то, у ребят получаются неплохие работы. А какие вы можете доснять и посмотреть. Вот это, да. Ну, это замечательно. А кто придумал вот такую позу, что вот именно нужно вот так вот выгнуться? Вы сами это придумали? Нет. А кто это предложил? Ну, у нас мы делаем коллегиально, вместе со студентами. Ну, студенты расскажут. А, не расскажите. Ну, сейчас мы посмотрим, как это. А, то есть, смотрите, тут эта модель или как это называется? Постановка. Постановка. Постановка, она же изображается с разных ракурсов, потому что вот постановка находится в центре, а все вокруг вот так вот пишут ее практически вид с разных сторон, да? Да. А вот познакомьтесь, пришла осуществляет с Алининировой. Доброе утро. Поработаем. Как настроение у вас с этим? Замечательно. Потрясающе. Я вот смотрю, вот обратил внимание, что вот окна тут сверху, это как-то специально задумано, да? Ведь многое зависит от того, как падает свет на постановку. Да, это вообще эти мастерские уникальные, и наша вот соседняя историческая мастерская, потому что эти мастерские Илья Сергеевич сделал с верхним светом. То есть, это Илья Сергеевич Глазунов специально сделал вот с таким вот светом. Да, да, с верхним светом. Вот это да. Я тут вижу даже специальные осветительные приборы, да, можно моделировать свет. Да, когда у нас ставится рисунок, но это обычно бывает в зимнее-вечернее время, то мы освещаем эти постановки электрическим светом. А так у нас получается естественный, очень хороший свет. Замечательно. И вот я вижу постановку уже на холсте. Доброе утро. Здравствуйте. Как вы с вдохновением работаете сегодня? Ну а как же? Как без этого? А вот это вот вы уже написали, это за какой период? Ну, по-разному бывает. Когда дольше, когда... Ну вот сколько здесь эта постановка уже сидит? Ну сколько? Месяц, правда? Месяц вот такой вот. Ну месяц, по два часа, так что... Да, иначе меньше должен выходить. Но это же надо как на работу приходить и вот так вот сидеть по два часа. Есть, учеба есть. Это есть? Да. Вот это да. И сколько еще? Нужно еще пару лет, наверное, чтобы закончить эту картину, нет? Нет, у нас постановка на месяц это рассчитано. А потом у нас скоро просмотры. Вот было бы интересно, если бы пришли и засняли наш просмотр, потому что это очень живое и интересное зрелище. Когда все работы выставлены на сцене, когда входит комиссия во главе с Ильей Сергеевичем Глазуновым и оценивает то, что сделали студенты за семейство. Обязательно, обязательно. Ну вот сейчас мне интересно посмотреть, что же происходит здесь и сейчас. Вот вы как-то специально смешиваете эти краски, да? Ну вот так же смешиваете летатой? Ну да. Я же дилетатую, я так мало опыта, я ничего в этом не понимал. Смотришь на модель и смешиваешь, подбираешь. Можно вот так вот посмотреть и вот подобрать свет. Его же нужно составлять из разных цветов, да? Ну в общем-то да. Как же это делается? Прямо уму непостижимо. Ну-ка мы посмотрим, как вот именно вот этот вот штришок наносится. Это сейчас над какой частью вот этой постановки вы работаете? А это вот сейчас будет кулочек. Я хочу лучше сниматься. Вот это да. Сейчас мы еще с вами разберемся, подойдем к вам поближе. Да, вот нужно еще девушки посмотреть. Так. Ну потрясающе, слушайте. Так получается просто вот как... Ну что же, мы хотим увидеть, как это происходит. Мы, наверное, немножко волнуемся, что ваши руки задрожали. Вот это да. Вот это да. Ну-ка сейчас мы посмотрим, как получается это у других. Доброе утро. Здравствуйте. У вас, судя по всему, отличное настроение сегодня. Да, благодаря Ване. Доброе утро. Так. Ну видите, тут уже постановка в другом ракурсе немножко, да? Да. А вот что самое главное вот в этом? В живописи? Нет, вот именно вот в этой постановке передать все вот как вот, как фотографию, или как-то обнаружить ее характер и выявить вот здесь вот на этом холсте. Ну, для меня вот здесь, в частности, важно найти образ интересного. А как вот вы его ищите? У меня как бы схожести не настолько важна, сколько образов. А вот какой это образ? Что это за образ? Ну, это уже зрители могут признать. Угу. У вас здесь так много всяких кисточек. И это каждая должна для определенного этапа работы. Да. А можно посмотреть, как вы их используете? Вот вы сейчас какой кисточкой работаете? Вот так. Она как-то имеет специальное название? Да нет. Не имеет никакого названия. А вот именно на какой части вы сейчас? Ну, обычно для тонкой работы. Что вы здесь вот сейчас вот пишете? Вот какой именно момент? Вот здесь вот, да? Шею пишете? Да. А не бывает так, что вот погода хмурая, там чего-то такое, и сразу уже совсем другие оттенки? Как ты с этим бороться? Как с этим бороться? А как с солнцем можно бороться? Не знаю. Ну, а постановка всегда... Просто держать в памяти, наверное, какое-то определенное состояние, которое пытаешься показать. И пытаться не переписывать постановку, как-то меняется погода и так далее. А держать какую-то среду свою. Замечательно. Спасибо. Сейчас посмотрим, что тут у других еще получается. Да, вот у всех немножечко другой ракурс, да? Получается так. Да. А что будет, вот если она пошевелит пальцами? Ничего страшного не будет. Да? Но ведь это же будет уже совершенно, они по-другому будут находиться вот. Ну... Только пусть попробуют. То есть вам запрещается даже шевелить пальцами, да? Нет. Нет, не запрещается. Не запрещается, можно это делать, да? Ну, замечательно. Вот вы тоже работаете над кистью? Да, если что, а сейчас будет. Замечательно. Вот сколько здесь красок всяких разных. Решение. А сколько вообще красок по количеству цветов, вот этих оттенков, вот именно масля. И краску много. А зачем же тогда их учесть? Можно писать тремя цветами. Да? И будет все вот так вот натурально выглядеть? Можно дать. Вот это да. Так, а здесь уже совсем иной ракурс, и совсем другое изображение. Еще, вот скажите мне, кто она? Она красотка, или вот это какая-то, я не знаю, даже как назвать это, как вы бы назвали это полотно? Это просто модель. Просто наш... Просто модель. Просто наш модель, которую мы пишем. Ну, замечательно, получается. А что это у нее в руке тут такое? Ведь там нет у модели. Ну, пока нет. Раньше было. Да? Просто мне нужно было сделать что-то, чтобы не было такой одинаковости. Вот что-то в руку. То есть, модель вот так вот может в одно время держать там всякие письма, записочки. Кому как выгодно, кому как удобно. Кто-то делает, кто-то не делает. Понятно. А вы именно с каким фрагментом работаете? А мы над всеми понемножечку. Да? Ага. А вот тут бегаем по всему холсту. А вот тут вот еще. Да, здесь всякого-то жуткого. Обратите внимание, оставленная имприматура. Это что такое? А имприматура, это как бы, когда грунтуешь холст, промежуточный слой между красочным и грунтом непосредственно имприматура. То есть, какой-то цветной колер, который наносится на белый холст. Если надо. Если не надо, по белому холсту пишешь. А здесь вот этот фрагмент еще оставлен, еще не тронут пока. Можно посмотреть, какая у меня была имприматура. Замечательно. Саша, покажите, маленький эскиз. Прежде чем приступать к небольшому портрету, студенты делают небольшой эскиз. Еще есть эскиз. Конечно, Саша, покажите, пожалуйста. Где же я сейчас его принесу? А где он хранится? В каком-то, наверное, специальном хранилище. Ну, где-то здесь все хранятся. Сейчас я разгребу. Можно пока. Как здесь много всяких интересных. Вот это да. А зачем нужно было сначала вот это писать, а потом то? В чем отличие, в чем разница? Как бы на маленьком цветовую гамму находишь, находишь композицию. А потом по этому маленькому эскизу, естественно, делаешь имприматуру, выбираешь размер холста и вперед. Вот это да. Ну, замечательно у вас получается. Спасибо вам большое. Мы были в Российской Академии Вояния... Живописи, Вояния Изучества. Живописи, Вояния Изучества. Спасибо, что смотрели. Удачного дня и до новых встреч. Доброе-доброе всем утро. Сегодня мы находимся в Российской Академии Живописи, Вояния Изучества. И в который раз мы маленькой телевизионной камерой будем проникать туда, куда посторонний вход категорически воспрещен. И мы проникнем в аудиторию живописи и посмотрим, как это все происходит с натуры. Доброе утро. Доброе утро. Давайте познакомимся, как вас зовут? Мы две Татьяны. Вы две Татьяны, очень приятно. Меня Леша зовут. А кого это вы здесь изображаете? Кто это? У нас морская тематика, так и морской волк. Морской волк. Ой, доброе утро. А вы здесь, это оказывается с натуры пишут. Вы изображаете этим утром морского волка? Ну, вроде бы так хотят. Я стараюсь, стараюсь войти в образ. О, у вас здесь и трубка. Да. Потрясающий образ такого пирата просто. О, у вас здесь еще и холодное оружие присоединяется. И вы как-то... У нас замечательный напорщик, любимый. И вы... А как вас зовут? Борис Михайлович. Очень приятно. И вы уже как бы в образе стараетесь... Да, я уже в образе стараюсь уже понравиться им, так, чтобы они действительно образы изобразили хорошо. И сколько так вы уже находитесь в таком образе? Ну, наверное, неделю, вторую. Ой, какой-то... И вот так вот вы издеваетесь уже вторую неделю. Мы не издеваемся, все очень серьезно. Ну и давайте посмотрим, как же это у вас происходит, две Татьяны. Смотрите. Ну, понятно, вы за все время, пока я с вами разговариваю, не сделали ни одного штришка. Поэтому я думаю, что морскому волку придется здесь находиться еще года два, наверное. Ждать, пока вы выложите вот эту композицию. Нет, три дня и все готово. Еще три дня? Да. Ну, давайте посмотрим, как вы смешиваете краски и как вы это все здесь делаете. Ну, сделайте же хоть что-нибудь. У меня такое ощущение, что вообще... Просто обдумывайте очень долго все. Хорошо, мы можем это сделать. Да, в какой момент? Все-таки это живопись, это такой медлительный процесс, да? Не все скоро делается, да. А вот если морской волк чуть-чуть пошевелится, то уже все испортилось, да? Ну, как бы движение будет нарушено. А как вот уже вторую неделю удается вот так вот, замерев, находиться в этом образе? Вам не надоело или весело с ними находиться на борту? Нет. Я уже пятый год работаю юргатурщиком, так что нет, не надоело. А кого вам приходилось изображать? Ой, кого только не приходилось. Наверное, каких-то греческих богов. И богов, и Нептун, и Моисей, и даже скрипачей там. Ну, в общем, много очень. Вот это да. Так, две Татьяны у нас прямо одновременно пишут. А вот здесь вот вид сбоку какой-то получается. Доброе утро, как вас зовут? Меня зовут Семен. Очень приятно. Так, и у нас морской волк в профиль здесь. Ну да, совсем три четверти скорее. Замечательно. А вы синхронно с Татьянами работаете? Да, да, мы всегда вместе. Вы как-то обсуждаете свои композиции? Безусловно, безусловно. Даем советы, критикуем. Ну вот вы уже откритиковали их полотна. А идемте, вот давайте на минутку подойдем к ним, и вы дадите критические замечания. Что у них не так, потому что мне сложно разобраться. Я дилетант, в живописи вообще ничего не понимаю. А может быть вы мне расскажете, вот что у них, вот, такими критические какие-то замечания? Ну, какие критические замечания? Вообще, достаточно, ну, работа еще не закончена. Они, наверное, сами видят, что им надо делать. Вот, ну, просто, в принципе, на данном этапе, там, вот, не знаю, все в пятне собрано. Я скорее могу похвалить, чем, как бы, критиковать. То есть, недописанность, там, ну, может, чуть-чуть слуха, там, на данном этапе. Но это всегда можно в конце оживить. Вот, так что, в принципе, на данном этапе все достаточно хорошо идет. А у другой Татьяны? А у другой Татьяны, мне вот кажется, что... Вы слушаете, слушаете. Что локальные цвета немного, не разобнули. Чуть-чуть-то потерял, скажем, вот, локальный фон, он там теплее в целом к синему. Но это, ну, она же на меня смотрит таким взглядом, я пошел. Вот это да. Ну, нужно их подбодрить, наверное, просто дать желание, чтобы появилось желание продолжать дальше, да? Ведь так важно сказать какие-то добрые слова. Так, а теперь Татьяны направляются. Давайте посмотрим. Я сейчас не знаю. Да, 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 да. Сейчас он меня раскрытих, вот, разорву. Ну-ка, посмотрим, посмотрим. Так, сейчас. А вы смотрите им в глаза. Да, да. Что, Татьяна? Можно не считать, что пункты теплее? Да. Нет, ну, правда, накутаются. И вообще все, полное отстойное. Все, мой холст уже длинится, просто сгорает. Не надо. Должен стойку выслушать критику. Не знаю, я в этом не думаю. Борода длиннее, Семен, это главное, да? И стеклее нам много. Правда? Вот уж. Но это все же можно поправить, да? Конечно, можно поправить. Это все... Делать времени и техники, так что все еще исправим. Ну, замечательно. Очень талантливый человек. Ну, а теперь давайте, да, теперь очень важно друг друга похвалить. А то дальше... Они очень талантливые девушки. Очень способны. Очень способны. Смотрите, какие они красивые. Ну, это просто вообще. Ну, ты тоже... Очень приятно работать в таком коллективе. А у вас все мастерская три человека? Нет, у нас несколько больше. Но вот просто сегодня такой коллектив. Я работаю в обществе приятных дам. Смотрите, просто... Да, ну вот теперь мы друг друга похвалили. Теперь опять можно возвращаться к рабочему месту, да? Вот это да. У вас было замечательно и очень интересно. Спасибо вам большое. Это была программа «Дилетант», которая с маленькой телевизионной камеры удалось проникнуть в Российскую Академию живописи, вояне, изучество и посмотреть, как происходит процесс написания с натуры. Спасибо, что смотрели. И до новых встреч. Доброе-доброе всем утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой находимся там, куда посторонний вход категорически воспрещен в Российской Академии живописи, вояне, изучества. И сейчас мы проникнем в аудиторию и посмотрим, как происходит урок живописи. И не просто живописи, а живописи с натуры. Так, ну-ка посмотрим, что здесь происходит в эти минуты. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Татьяна. А вас? Тоже Татьяна. Вот это да, две Татьяны этим утром в Российской Академии живописи, вояне, изучества. Ой. А кого это вы пишете здесь? Это у нас образ морского волка. Морской волк. Вот это да. Доброе утро. Доброе утро. С каким настроением вы здесь уже? С прекрасным настроением. Вы... Я вот там двумя Татьянами работаю, надо сначала загадывать желания. Я каждый день загадываю желания. Ну, у вас потрясающий такой образ действительно морского волка. У вас здесь и холодное оружие, я смотрю, и трубка. И вообще у вас такой грозный вид. Ну, приходится входить вот в образ. Слушай, Тани вас, Тани вас не боятся там. Мы любим, наш любимый на дурш. А можно поинтересоваться? Да. А кто вы такой, как вы сюда попали? Я дилетант. И хочу снять то, чего никто еще никогда не снимал. Ну, это вообще тресково у нас. Вы отнимаете нашу рабочее время. Я быстро. Я вот еще чуть-чуть посмотрю здесь и уже уйду. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Семен. Вот это да. Семен, вы прям как настоящий большой художник. Мне кажется, даже я видел вас где-то не в прошлом веке, а вот продаются такие большие академические собрания живописцев. И вот там вот как будто бы был ваш портрет. Вы так стоите. Как это называется? С палитрой? С палитрой. С палитрой. И у вас вид морского волка в профиль сбоку. Скорее три четверти. Скорее три четверти. А, три четверти. Ну и как там Татьяна работают? Ой, они прекрасно работают. Смотрите, какие у них прекрасные работают. Замечают. Так приятно работать в таком коллективе двух очаровательных девушек. У них представляется. А что вы можете сказать вот об их работах, как под взглядом профессионала? Нет, ну они немного не закончены, но в принципе все идет к благополучному завершению. Все прекрасно. И как бы вот очень... Ну, критиковать я это не стану, они обидятся. А может потом побьют. Поэтому пускай лучше. Ой, куда же вы, куда же вы? Если бы у нас не принято во время академического часа заниматься съемками, запрещено. Так что это у нас оттекает. Вот они... Да, начинал поработать. Вот это да. Ну вот. Мне уже приходится отсюда уходить. Это была программа «Дилетант» из Российской академии живописи. Вояне из общества, которую на этот раз выгнал сам морской волк, который позирует этим утром здесь на уроке живописи. Спасибо, что смотрели. И до новых встреч. Получится что-то так. Да. Ну вот так можно. Доброе-доброе всем утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой по-прежнему находимся там, куда посторонний вход категорически воспрещен. И сегодня это Российская академия живописи, а я не из отчества. И мы будем проникать на уроки живописи и смотреть, как это все происходит. И познакомимся с натурщиками, которые... И натурщицами, которые позируют. И посмотрим вообще, как это все там происходит. Доброе-доброе всем утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой находимся там, куда посторонний вход категорически воспрещен. Российской академии живописи, вояне из отчества. И мы проникнем на урок живописи и посмотрим, как это все происходит. Так, и что у нас здесь происходит, как работа? Вот. Я вообще еще пишу исторические картины, если вам интересно. Не может быть. Да, могу показать. Правда? Не, я интересен тем, что... А что Тане уже сказали по поводу этих картин? Вы видели? Не может быть. Это он написал, правда? Нет, не он. Нет. Вот это да! Это вот такое вот полотно просто историческое. Это после битвы что-то произошло. Да, после Бородинского сложения. Вот это да! А, это вот, это Тучкова, которая идет и ищет... Нет, Тучкова вообще вот здесь. Вот она. А, это она? Вот это да! Я просто делал тоже цикл. Россия, как у вас судьбы называлась. И шел в течение года. И мы ездили специально на Бородинское поле и рассказывали эту историю. Вот это да! Меня заинтересовала эта история, то есть, ведь это с христианской морали единственная вдова, которая приехала. То есть, вот я читал записки Глинки и вообще дневники, прочитал очень много книг, и в том числе «Житие» Маргариты Михайловны. Были в ее домике наверняка, в Бородинском поле? Да, да, был в... Ну вот, а вы говорите, что это не он написал, вот Таня Лукавый. Какие дни пишут своего морского пирата? В общем-то, вот так вот. Так что, вообще, я буду, наверное, еще продолжать цикл, картин. То есть, это не последняя картина, которую я напишу, а так далее. Скорее всего, напишу еще на диплом. То есть, вообще, тему 812 года меня очень интересует. А будет много-много трубок? Ну вот я смотрю, молодцы, здесь что-то такое бандерчуковское просто. Война и мир не иначе. Просто Семен писал с вертолета, как бы, Тарчук. Вот уж неправда. Не с вертолета. Все достаточно приземленно было. С приземлейшегося вертолета. Я даже помню текст, что Мария Михайловна, по-моему, да? Маргарита Михайловна. А, Маргарита Михайловна медленно шла. Старик творил молитву. Правильно, да. Это значит, вот он, вот этот вот священник. А что потом было? Она увидела перстень. Перстень его в руке. Потому что его же разорвало. Его разорвало, да. В него попало три снаряда. В принципе, ничего не осталось. Так, а что тут у нас? Все смешалось. Конь и люди, да? Ну, здорово, слушайте, здорово. И композиция какая необычная. Ведь тут очень много неба. Это же, наверное, не случайно. В житии это описано, что было очень бурное небо. То есть я как бы следовал четко житию. И отталкиваясь от текста, потом как бы уже свое впечатление передавал. То есть не просто как-то так абстрактно. Стараюсь все-таки житию следовать. А как называется эта картина? Ну, это молебен после боя. Вот я, скорее всего, так назову. То есть, ну, конечно, это связано с Тучковой, но все-таки это молебен. Потому что она все-таки как бы отслужила молебен и после этого основала монастырь. То есть она осталась верной Александру Александровичу до своей смерти. То есть это вот тема верности вообще в русской истории получается так. Здорово, здорово. Просто даже я, вы мне не бандерчука, напоминаете, а Сурикова. А Сурикова, конечно, потому что такая эпичность и кинематографичность свойственна была только... А вы что смеетесь? Вы кроме вот этого морского волка что-то написали? Походите к нам на просмотр, что вы видите ваши эпичные картины. А сейчас вы можете что-то показать? На одном, к сожалению. Значит, у вас их нет просто, правда? У них нет ничего. Ну, они ими работают. Это просто картина, которую я здесь писал, они потом принесут. Просто кому как удобно мне работать. Мне здесь вот он не работает. Ну, здорово. Давайте сейчас мы попробуем процитировать потрясающий цикл, который делал Никита Сергеевич Михалков на Первом канале. Который назывался «Музыка русской живописи». И там в конце картину слушали. И шла медленная панорама по всему полотну. Давайте мы ее сделаем, а вы сейчас прокомментируйте, что мы видим и как мы видим. Начнем вот отсюда. Там начиналось всегда вообще с непонятного места, и камера вот так вот медленно-медленно. Небо, небо. Это небо. Небо в мае. Октябрь. Октябрь. Октябрьское осеннее небо. Была очень ранняя зима. Вернее, не зима, а были ранние заморозки вообще. Ведь точно приписывают гибель на Тускарме ранней зиме, но это неправда. Так, и что дальше мы видим тут вот, кто у нас появляется? Здесь появляются монахи, которые собирают тела. И вообще как было, наши тела захоранивали, а французские тела сжигали все. Вообще очень страшная картина была, то есть по описанию. Баранинское сражение, то есть 52 дня они лежали непогребенные абсолютно. И даже боялись прийти. Очень страшная картина. И вот наша камера приблизилась к центральным персонажам этой картины. И Романах, который был приглашен в Тучково, тоже очень сложно было попросить кого-либо. Это все в Смоленской губернии он был приглашен. И вот такое дерево обрубленное, как такая судьба. Снаряды, были же деревья все поаполонные, сожжено. Была очень страшная картина. Потрясающе. Но у вас она не страшная получилась, а очень такая вот что-то после нее внутри меняется. Это была программа «Дилетант» из Российской Академии Живописи. Мы посмотрели уникальное полотно. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Доброе-доброе всем утро. Я приветствую всех по клубу. Я напрасно туда повернулся, потому что пошел. Доброе-доброе всем утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой по-прежнему находимся там, куда посторонний вход категорически воспрещен. Сегодня это Российская Академия Живописи и Вояне Изучества. И мы сейчас попробуем сделать нашу версию ОРТ-шного проекта «История одного шедевра». Доброе утро. Вот этот один шедевр. Как вас зовут? Меня зовут Семен. Но Семен это мало. Шедевр зовут Семен. Я пишу картину. Нет, Семен, Семен, Семен. Леонидович. Семен Леонидович. Ну не томите, как фамилия? Кожан. Семен Кожан. Семен Кожан. И название картины? Молебен после боя. Молебен после боя. Так, и в лучших традициях истории одного шедевра нам нужно сейчас рассказать предысторию этой картины. И вообще, что вы за человек? Там вначале о мастере всегда говорят, что вот Семен Кожан родился... Женился. Такого-то числа. Брал уроки живописи у Боровиковского, это про Венецианово. Ну, родился я 11 марта. В Москве. В Москве. В 1979 году. Значит, мне сейчас 22 года. Сейчас я учусь в Российской академии живописи военное изотчество. Ректур у нас Илья Сергеевич Гузунов. Замечательно. То есть, практически, ваш авторитет в искусстве, сам Илья Сергеевич Гузунов. Ну... Обратил внимание на молодого художника. Ну, наверное. Можно и так сказать. Замечательно. Он все правда говорит? Это две Татьяны, тоже воспитанницы Российской академии живописи военное изотчество. Борис Михайлович в образе морского волка, который позирует Бун Татьяна сейчас на уроке живописи. Все правда нам Семен сказал? Можно сказать, что да. Как продолжаем дальше? Очень талантливый молодой художник. Ну, это мнение критиков уже пошли. Нет, это рассказываем о авторе. Что еще мы можем рассказать об авторе? Да, преподаватель. Хороший товарищ. Очень талантливый художник молодой. Очень исполнительный. Вот такую большую картину стал делать. Да, конечно, картина большая. Очень серьезная. Ну, и теперь давайте перейдем именно к как вот началась работа над картиной. Я увлекся темой 1812 года. И среди тем, которые меня привлекли, меня привлекла тема верности. Это тема, связанная с Маргаритой Михайловной Тучковой. Я прочитал записки в 1812 году, в том числе «Житие» Маргариты Михайловной. И посчитал, что это сюжет достойный внимания художника. Так, и сейчас вы вот уже заканчиваете буквально последние штрихи, да? Ну, в принципе, да, она практически готова. Я ее писал где-то, наверное, год. О, целый год! Да, я потому что сначала делал эскизы, потом эскизы перенес, уже потом писал картину. Ну, в принципе, там же надо было очень много прочитать книг по истории, по истории костюма военного, светского, в том числе, чтобы вжиться во время, пришлось прочитать очень много записок, современников, чтобы понять вообще. Там же очень эмоционально, когда понимаешь взглядом того человека, то только тогда можно вжиться во время и понять вообще. То есть это все надо пережить через себя. Таня, ну-ка идите сюда, сейчас мы будем проверять ваши впечатления от этого полотна. Расскажите нам, что вы здесь видите и что вас особенно потрясает? Небо. М? Нет, Семен очень любит небо. У него получаются эпические небеса. М-гу. Ну да, это видно, как бы. Хотя, конечно, я как критик могу выступить. Вот, хотелось бы видеть больше натуры. Вот, в этом полотне. Но это можно, как бы, простить автору, потому что все равно это, как бы, удача художника. Приятно слышать. Да. И сейчас в лучших традициях и истории одного шедевра, и сентиментального путешествия на родину музыки русской живописи Никиты Михалкова мы сделаем панораму по этой картине. А вы рассказываете, что это здесь обозначает. Вот это небо мы сначала видим, да? Потом дерево, разорванное снарядом. Угу. И потом мы видим вот здесь вот главные центральные персонажи картины. Маргарита Михайловна Тучкова. И романах, которого она пригласила из Лужского монастыря. Угу. Так, здесь. А, там же было все, поле было усеяно трупами, их не убирали. Да, и 52 дня они находились в жутком беспорядке. Угу. Потом тела русских были отпеты, а тела французских были сожжены. Угу. Потому что была ужасная картина, то есть вот по воспоминаниям современников творился страшный ужас. Туда даже люди боялись ходить. А Маргарита Михайловна, как верная жена, она после того, как она нашла то, что осталось от тела ее мужа, сохранила ему верность до самой смерти. Основала монастырь. У них же был сын, который тоже умер. То есть у нее судьба очень тяжелая была. И там часовин-то есть в этом монастыре, где именно могила сына. Потрясающе, замечательно. Убралили нам несколько потрясающих минут вот этим полотном. Ну что ж, это была программа «Дилетантс», своеобразная версия программы «История одного шедевра». И вы посмотрели работу Семена Кожина «Молебен после битвы». Да, или после боя? После боя. «Молебен после боя». Спасибо, что смотрели и до новых встреч. Доброе-доброе всему утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой по-прежнему... Доброе-доброе всему утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой по-прежнему будем проникать туда, куда посторонний вход категорически воспрещен. И сегодня мы находимся в Российской Академии Живописи, вояне из отчества, в мастерской исторической живописи. Посмотрим, что здесь сейчас происходит. И по секрету вам скажу, сейчас мы попробуем сделать свою версию знаменитой ОРТ-шной программы «История одного шедева». Вот он, шедевр один. Так, и... Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро. Меня зовут Семён Кожин. Семён Кожин. «Молебен после боя». Боя. Потрясающе. 1812 год. Эта тема была мною выбрана не случайно. Я прочитал очень много книг по 1812 году, и среди многих тем и сюжетов мною была выбрана тема верности. Это тема, связанная с Маргаритой Михайловной Тучковой. Этот сюжет вообще практически не затрагивался в исторических полотнах. Это вот одна из причин была избрания этого сюжета. И я решил, что эту тему вообще стоит внимания, потому что это тема настоящей любви христианской. Да просто слов нет. Вот Суриков, Бондарчук, я не знаю, Реппинг. Кожин. Расскажите, как вы вообще сюда поступили? Сюда можно ли поступить сразу после школы? Потому что мне сказали, тут нужно закончить хотя бы какой-то там институт. Вообще можно поступить. Я поступил сюда после окончания МСХШ, и сейчас она переименована в МАХ уже. Вот это да. Кто ваши педагоги здесь? У меня главный педагог в историческую мастерскую это Иван Ильич Глазунов. Это сын Ильич Сергеевич? Да, это сын Ильич Сергеевич. Потом у нас преподает Михаил Юрьевич Шаньков, Дмитрий Анатольевич Секушкин. Вот это да. Они сейчас вот смотрят по телевизору это полотно, и вами гордятся, я чувствую. Ну, может быть, наверное. Но вернемся к нашей картине. Доброе-доброе всем утро! Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой находимся там, куда посторонний вход категорически распрещен в Российской Академии Живописи и Вояне Изучества. И сейчас мы посмотрим, как происходит урок жилописи. Доброе утро! Здрасте! С каким настроением вы сидите здесь этим утром? Замечательно! Писать хочется! А что вы тут пишете? Вау! Кто это? Это вот у нас... Это все с натуры! Это вот здесь вот так вот прямо происходит? Не может быть! Красивая девушка Мария! Доброе утро! Здрасте! Как настроение у вас? Отлично! Замечательно! А кого вы изображаете? Это дама, наверное, 19 века. Наверное. Как долго вам приходится вот так вот сидеть? Минут по 40. По 40 минут и в течение какого времени? Неделю, две недели пишутся вот такие работы? Ну, обычно, да. А? Обычно, да. Две недели? Ну, да. Вот это да! Ну, здорово! Так, и что мы там уже написали? Мы делаем пока зарисовки, потому что мы только поставили постановку, а писать мы будем завтра. А вот ей можно шевелиться или нет? Или она должна прям замереть? Ну, если, конечно, у нас будет хорошее настроение, мы можем ей разрешить. По правилам она не может, конечно. Ну, а так как она человек, конечно, она может шевелиться и... Ну, она профессионально очень это делает и практически не шевелится. А позу кто придумал такую? А вот она сама села и очень красиво так получила. Здорово! Вот это да! Ну что, не буду вам мешать, было очень интересно посмотреть, как происходит этот творческий процесс. В заключении давайте я посмотрю, вот вы как штришок сделаете, вот прям сами. Вот тут, да. Смотрим, как там. Давай. Угу, и видим здесь платье. Здорово! И вот так вот всё это так получается. Сойти с ума! Это была программа «Дилетант», которая удалось проникнуть в невозможное, в мастерскую живописи Российской Академии живописи вояний и зодчества. Чего? В историческую. В историческую мастерскую. Спасибо, что смотрели и до новых встреч. Может быть, я на самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле. Ладно. Доброе-доброе всем утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой находимся в Российской Академии живописи вояний и зодчества. И я нахожусь так вообще в непривычном месте, на месте натурщика, на уроке живописи в живописной мастерской этой Академии. И сейчас вот это будущие художники, Репины, Васнецовы и Суриковы, они будут писать мой портрет. И я хочу на это время передать... Рисовать. Рисовать, да. А это разные вещи. Я же дилетант в этом, в тонкостях этих ничего не понимаю. Я хочу передать мою камеру на это время преподавателю... Рисунка. 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 Портретной мастерской. Ага, преподаватель рисунка портретной мастерской. Пожалуйста, возьмите мою камеру. Доброе утро. Как настроение? Замечательно. Передаю вам свое оружие. Думаю, у вас получится управляться с моей маленькой телевизионной камерой. А сейчас мне нужно какое принять положение. Наверное, какой-то образ такой сделать, интересно, или нет? Давайте, ставьте, Рустам, давайте. Ну вот так вот. А, это постановка называется, да? Да, краткая. Так, будет зарисовка, небольшая зарисовка на 20 минут. Давайте посмотрим, как они ему сейчас будут говорить. Да, сейчас еще так будет. Вы должны себе представить в роли, ну я не знаю, царя, да, допустим, или у него. Нет, не надо, пусть он с собой. Офисный работник, может быть, нет? Журналист, кого-то. Раздеваться не нашим. Раздеваться не нашим. А, это портрет, да. Да, это портрет. Надо, чтобы лицо изображало какие-то эмоции. Какие-то надо задать ему кто-то. Так, размещаются все студенты. Тяжело так сидит? Нет, очень даже удобно, надо, не теряясь. А мой голову померзнет? Чуть-чуть, да? Вот, давайте вот так. И тень хорошее. И чуть-чуть вот на голову. Вот так, да. Да, вот так немножко. Я просто чувствую себя в какой-то академической позе. Ну и неудивительно, друзья мои, ведь мы находимся в Российской Академии Живописи, Академия Живописи, но неудивительно, 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 неудивительно. Расскажите нам, пожалуйста, ваше студенте, чем они. Так, это вот у нас Рустем. Он в портретной мастерской, два года, на шестом курсе. Так, на чему я не научу. Один из лучших и один из самых активных студентов. Так, это у нас Аня Дронова. Она тоже на шестом курсе. На пятом курсе у нас, да, на пятом курсе. То есть та самая такая тоже талантливая, в ней сидит художник. Большой. Большой буквы, да. То есть, может быть, она ее там ремесло где-то подкачивает, но художник в ней сидит. Так, это что думала? Интересно, что бы он не сказал. Это Сергей Потов. Он у нас такой более, из такой семьи чувствуется рабочий. Рабочий крестьян. Рабочий крестьян. Да, и вот он такой вот, у него все это практично. Все, чтобы можно было вот внести. Как у Венецианова, да? Практика, чтобы все это рисовать. Если научиться рисовать, то это должно быть обязательно ремесло. Чтобы можно было там им зарабатывать деньги. А потом уже выражать. У него тоже будет. Проэклонировано, значит. Это Тобик Якин, который вот к концу пятого курса вошел во вкус в портретной живописи. То есть, это чувствуется по его работам, по его интересу модели. То есть, вот в нем живет вот настоящий портретист. А можно посмотреть, что там уже получается? А знаете, еще намечается все, пока еще вот все еще. А, только намечается. Да, вот это все, каждый построен намечается. Потрясающие, потрясающие, в академической позе, в российской академии живописи, баянии и сочества. Лучше не шевелиться, да? Да, и не пугаться, в конце концов. Кого мы там еще не представили? А? Володя Хохлов. Так, он нас закончил. Федоскинской, да? Володь, там, не ручьими каминами, прикладной. Прикладной, да. Как будто он... То есть, сюда попадают не просто так, да? Нужно закончить какую-то художественную школу, прежде чем поступить в академию. Естественно. Да, и вот он сам талантливый, могут поступить и после школы. Есть такие? После школы у нас поступил, как вот, Моисеева, да? Вот, после художественной школы, то есть, девочка, которая учится на втором курсе, если она очень талантовая, как раз вот... Значит, сейчас процесс, как называется, который был в размерке, или там? Процесс у нас зарисовка идет, не набросок. Наброски обычно 5 минут, а зарисовка минут 10-20, может до 2 часов. До 2 часов, может, да. Вот это да. Она может быть подстраховаться. Может быть, тогда лучше пока выключить мою маленькую камеру и включить ее через какой-то период? Да, да. Вот так. Хорошо, сейчас мы нажмем кнопку 100. Сальминь, а почему вы не рисуете? Нет, я просто хотел посмотреть, вот как вокруг меня рисуют. А как же профессионал, профессионализм, который позволяет рисовать? Я вот знаю, я писать, я на чем угодно могу писать. А как вообще у вас, похоже получается? Ну, начните писать, да да. Как натурщики вообще, вот они себя смотрят и как, похоже, они нравятся себе? Иногда? А вы спросите. Борис Михайлович, нравится, да? Иногда не спрашивают, а как? В этой мастерской, это портретная мастерская. Как бы вы пишете? Ну, все, все, правильно. Я вот говорю, у вас что-то не очень хорошо. Ну что ж, мы вновь включили нашу маленькую камеру. Академический час моего сидения здесь уже подходит к концу. Я вновь передаю камеру в надежные руки. Смотрим на результаты. Что у нас получилось? Я просто с отраганием думал об этом. Так, с того мы начинали. Ростем Кузин. Вот, у него образ. Ну что там, что-то получилось? Там такой образ, такой немножко грустный. Как я сам. Да. То есть каждый видит что-то свое. Каждый видит что-то. Это приятно осознавать. Я думаю, что через несколько лет, когда имена этих художников вспыхнут на небосклоне и мировой живописи, вот эти портреты можно будет продать за большие деньги. Так что это практически обеспеченная старость дилетанта. Так вы, пожалуйста, да будете продавать сообщитель нам. Мы уже умолелся к тому времени. Так, вот это у нас Аня Дронова. У нее такой образ более благородный вышел. То есть, действительно, у каждого свой образ? Свой образ, да. Благородного разбойника. Я вообще впервые вот так вот. И когда этим утром заходил сюда, в Российскую Академию живописи военний Зочный, я даже представить не мог, чтобы меня посадят на этот самый стул и заставят вот так вот целый академический час смотреть и думать о чем-то воздушенном. Да, так, это у нас Сергей Котов. Он всего 5 минуты вставал. 5 минуты вставал. Руку брать. Все очень быстро. Очень быстро. Очень быстро. Большой набросочек в монтаже. Ребята, что-то сходится. Со сходством, но здесь вот немножко вот небольшие вот такие... Ну, сход-то уже не главный. Да, это главный образ, да. Вот у Володи, то есть такой вот патриот сидит. Нашего времени, вот этот, который стереотический. Замечательный. А вот такие хорошие. Так, и кто у нас еще есть? У нас еще... Это уже буквально последний штуки к портретам. Последний штуки. У нас еще есть Толя Якин. Толя Якин. Портретист будущий. Такой воздушный, сиропский рисунок. Вот это да, не может быть. Все. Так, ну вы посмотрели, а я сам-то не видел. Да, теперь вы сами смотрите. Так. Ну... Ну ладно, я посмотрю это чуть позже. В конечном счете мне же все это подарят, и они будут у меня. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что вы терпели этот академический час в Академии живописи, а я не из отчества. Это была программа «Дилетант» с места натурщика в павильоне, где происходят занятия живописью. Рисунком меня поправляют. Спасибо, что смотрели, и до новых встреч. Итак, моя дилетантская камера снова работает, и сейчас мы запечатлеем процесс дарения вот этих работ. Именно вот то, на что ушел целый академический час. Так, что здесь у нас? Память, до встречи. Вот это да. Спасибо большое. Потрясающе. Какой необычный ракурс. Обычно все меня видят вот так. А здесь вид со стороны. Спасибо вам большое. Это было здорово. Кто следующий? Самое теплое нечувствование. Вот это да. Как потрясающе. Спасибо большое. Как похоже главное. Но ведь похоже здесь не главное, а главное тот образ, который заключен вот в этом рисунке. Спасибо вам большое. Это было здорово. Так, а тут что у нас получилось? Сейчас я сниму, потому что... Угу, замечательно. А это что-то такое романтическое, да? Замечательно. Спасибо вам большое. Это было здорово. Так, и что тут у нас? А в этом есть что-то героико-патриотическое. Такой у всех разный взгляд на одну и ту же вещь. Так. Вот это да. Спасибо вам большое. Я везде разный. Вот это да. И ведь это зависит не только от угла зрения, но от личности художника, который это не рисует, друзья мои. Не рисует, хоть вы меня поправляли, а пишет. Потому что это действительно искусство. Спасибо вам большое. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что смотрели и до новых встреч. Доброе-доброе всем утро. Сегодня мы с моей маленькой телевизионной камерой по-прежнему находимся там, куда посторонний вход категорически воспрещен. В Академии живописи, вояния и зодчества. И посмотрим, что здесь происходит на уроке живописи. Здесь, кстати, пишут с натуры, вот это написано с натуры, вот этот, я даже не знаю, кто это с копьем здесь стоит. Но сейчас мы познакомимся с ним, что называется, вживую. И посмотрим, как же это все происходит. Доброе утро. Все так увлечены процессом, я понимаю, что очень сложно все. Доброе утро. Доброе утро. Борис Михайлович, кого вы изображаете сейчас? Ну, наверное, какого-нибудь уставшего путника, который присел отдохнуть от изнуряющей жары. Ну, кто еще может быть? Ну, и какого-нибудь библейского персонажа. Вот это да. О чем вы думаете в момент нахождения здесь? Я думаю о том, как меня пишут, как я рисуюсь. Вот интересно, что они думают? Кого они пишут, кого они рисуют. А в какое время вам приходится вот так вот находиться неподвижно в этой позе? Ну, порядка, наверное, обычно 30 часов. Около 30 часов они пишут. 30 часов? Да. И не устаете вот так вот? Средний рисунок, небольшой рисунок, продолжается около 30 часов. Вот по 2 часа в день. 2 часа, иногда там 2,5 часа. Но главное не шевелиться. Ну, преимущественно, да. По крайней мере, находиться в одном и том же положении. Потому что арахмус очень влияет. Потому что свет идет. Ага. И тень. Да, тут специальные осветительные приборы, и это все очень важно. Ну, это студенты хорошо знают, и они, наверное, скажут больше. Ну-ка сейчас посмотрим, что тут у них получается. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Рустам. Рустам, очень приятно. Вот, Борис Михайлович в образе просто греческого какого-то бога, да, или нет? Нет, это Моисей, да, уставший путник какой-то. Ну, я рисую Бориса Михайловича, не знаю лица. Никакого греческого какого я не рисую. А какая самая сложная деталь у Бориса Михайловича в изображении? Самая сложная? Наверное, все сложно. Да, непросто, непросто все. А что тут у нас происходит? Доброе утро. А, вот здесь Борис Михайлович еще только появляется. Это эскиз какой-то набросок, да? Скромное начало, да. Скромное начало. Вот это да, здорово. И у каждого же свой ракурс. Так. И вот здесь вот. Замечательно. А потом вот это вот кто-нибудь подарит Борису Михайловичу? Или нет? Или это куда потом все это уходит? Просмотр будет? Это будет... Просмотр будет? Просмотр 17... Не важно какого. Нет. А день открытых дверей еще в конце месяца. А, Борис Михайлович, так на вас все будут смотреть. Вы уже чувствуете себя знаменитостью? Я ведь, между прочим, вас узнал. Я впервые вас увидел там. Вы стояли с копьем, изображая какого-то греческого воина. Или римлянина. Ну, все было. Какая богатая творческая жизнь. Я себя чувствую только натурщиком. Никакой знаменитости я себя не чувствую. Ну, в этом тоже есть что-то такое академическое и замечательное. Правда? Да, мне кажется, я передаю в пользу этих глаз. Ну, замечательно. А для вас какая самая сложная деталь, Борис Михайлович, в написании? Да нет, наверное, тоже все сложно. Самое главное собрать рисунок, чтобы цельно смотрелся. Передать настроение какое-то, да? Так что, какие-то замечания уже появились? Ну, замечания постоянно у нас замечаются. У нас идеальных студентов нет. Ну и что вы посоветуете? Как более выпухло изобразить Борис Михайлович? Ну, нужно, конечно, следить за тоном. Обначально с пропорцией идут. Первая задача. Но Борис Михайлович очень пропорционально. Очень пропорционально. Ну, нужно, чтобы студент рисовал пропорционально. А борода у Борис Михайловича приклеенная специально для образа или настоящая? Можно потрогать. Можно потрогать, правда? Ой! Настоящая. Ну, да, она же большая, завязывается. Для того, чтобы видно были части тела, вот эти вот, которые скрыты бородой, приходится бороду завязывать. Она завязана? И здесь тоже, да, и уши, и шеи, да. А, так тут всё завязано при маленькие хитрости большой академической живописи. Совершенно верно. Вот это да. Ну, что ж, друзья мои, мы познакомились с маленькими хитростями большой академической живописи в Академии живописи вояния и зодчества. Спасибо большое, что смотрели. Это было очень интересно. До новых встреч. Так, борода замечательная. А, а что это у нас в ухе находится за наушник такой? Это радио. Какое радио? Ну, а как же, иначе-то как? Мы здесь слушаем радио. А можно и услышать, а они радио не пишут, не рисуют. А можно послушать, что там передают? А, вот, видите, да, радиоприёмник. И что сейчас там передают? До радио. А? До радио. Что это? FM-88. Не будем рекламировать никакие радио. А можно послушать что-то? Да, конечно. Ну-ка. Да, очень бодрая музыка, вот это да. Она ведь не позволяет нам уснуть. А то можно уснуть и свалиться с подиума. Желаю вам, чтобы этого не произошло. Спасибо. Замечательно. Вот это да. Сейчас постараемся проникнуть туда. Спасибо. 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 Спасибо.